Ну а в Новочебоксарске итоги социально-экономического развития подвели вчера. В совещании приняли участие глава Чуваши, министр здравоохранения и руководители различных организаций. Первым делом им показали городской перинатальный центр. За 2013 год в перинатальном центре Новочебоксарска родились более 2800 малышей. Более 340 детей появились на свет с начала этого года. Благодаря региональной программе модернизации здравоохранения впервые за 34 года в перинатальном центре Новочебоксарска сделали капитальный ремонт. У нас есть комплекс, который состоит из женской консультации, гинекологического отделения, акушерского стационара. А сейчас уже и отделение реанимации новорожденных и отделение патологии новорожденных. Прибавилось количество семейных родов. В Новочебоксарском роддоме у каждой женщины индивидуальная родовая палата, рассказал заместитель главного врача Новочебоксарского перинатального центра. За медицинской помощью сюда обращаются не только жительницы города, но и пациентки из Марпасадского, Козловского, Чебоксарского районов и даже из соседних регионов. Глава республики отметил, что у такого молодого города, как Новочебоксарск, есть большой потенциал для улучшения демографической ситуации и повышения качества жизни. Михаил Игнатьев также ознакомился с производством деревянных окон, межкомнатных дверей, декоративных элементов для лестниц, садовой мебели. Эту продукцию выпускает группа компании «Леспром-2000». В 2013 году этой организации была оказана господдержка в размере более 400 тысяч рублей за счет средств республиканского бюджета. Побывав в Новочебоксарском перинатальном центре и на предприятии «Леспром-2000», глава республики Михаил Игнатьев встретился с жителями города Спутника в зале ДК «Химик», где подвели итоги социально-экономического развития города Новочебоксарска за 2013 год. Вопросов из зала было много. Основными проблемами города остаются низкие темпы строительства жилья, нехватка кадров в больницах, нарушение правил продажи спиртного, рост задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. И больше всего жителей Новочебоксарска волновало, когда же наведут порядок в сфере ЖКХ. Нельзя оставлять жителей многоквартирных домов один на один с недобросовестными управляющими компаниями, подчеркнул глава республики. Михаил Игнатьев поручил главе администрации Новочебоксарска обратить особое внимание на решение этого вопроса.